Всем привет, ребята, это Алена. Сегодня говорим про поддержку опорно-двигательного аппарата. Бывают проблемы у молодых, у пожилых. Я, например, когда ходила в бассейн, я видела своих сверстников, которые на самом деле имеют большие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И здесь не помогает только движение. Мне хотелось им рассказать, но я как бы промолчала. Не всем ведь нужно знать базовые вещи. Соответственно, сколько вы физкультурой не занимаетесь, если у вас не хватает хондроитина в организме, к сожалению, не будет каких-то качественных улучшений. Если не хватает кальция, магния, то опять же такие проблемы не только с костями, но и с другими органами. Если не хватает серы, то, соответственно, плохо строятся моменты, которые являются компонентом белков и гормонов, ферментов, являются противоаллергенным средством, антиоксидантным. То есть, если мы с вами говорим про такой момент, как опорно-двигательный аппарат, то здесь очень важно понимать, что нужны коллоидные минералы, которые будут содержать вообще все супер вещества, которые укрепляют, выполняют детоксикацию и наполняют силой, энергию, регулируют состав жидкости, улучшают кровообращение и укрепляют сосуды. Соответственно, я напоминаю, что во многих случаях это то, что поможет даже стать бабушке, грубо говоря, с коляски. Почему? Когда составлен комплекс, да, коллоидные минералы, достаточно кальция, достаточно омеги, достаточно противовоспалительных босфелий, то есть там я составляю же это индивидуально, и это даст даже бабушке, у которой тряхлые, друхлые, тухлые кости, которые дать достаточно меди, цинков, торы, серы, то у нее будет мощный результат. Соответственно, чего хочется сказать, что трухлявые кости бывают и у молодых, бывают у пожилых, соответственно, это бывает у всех, но это все зависит от того, какие биоэлементы есть в вашем организме на ежедневной основе. Соответственно, достаточно коллагена, который может обеспечить питание, достаточно витаминов и минералов, прекрасные источники, достаточно серы для синтеза коллагена, магния, кальция, и все это, если есть, то никаких проблем вообще не будет. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!